МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Встречаться с жильцами будут регулярно. Почему не могут ввести в эксплуатацию некоторые дома-дольщиков? В частных домах предлагают легализовать гостиницы, а Сбербанк хочет выпустить свою криптовалюту. Подробнее об этом в новостях экономики. Штраф от 500 рублей до 5000 сотрудники ГИБДД Самары проверили автомобилистов с нечитаемыми номерами. Застройщикам помогут ввести дома в эксплуатацию и решить вопрос подключения новостроек к коммуникации. Глава Самары Елена Лапушкина провела встречу с председателями ТСЖ многоквартирных домов по тем или иным причинам, не введенных в эксплуатацию. Решение выработают по каждому зданию в индивидуальном порядке. Это касается в том числе и тех строений, в которых люди живут уже много лет и сталкиваются с той же проблемой. Напомню, в начале недели губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на совещание в режиме видеоконференции подвел итог реализации национального проекта «Жилье и городская среда» и обозначил проблемы, которые необходимо решить руководству муниципалитетов. Дом, который построен 19 лет назад. Галина Андреевна и ее соседи живут в здании, первым застройщиком которого был сталилитейный завод. После его банкротства на стройплощадку вышла коммерческая компания, но ее постигла та же участь. Права собственности жители оформили через суд, а вот ввести дом в эксплуатацию не удалось до сих пор. Пока вот мы покупали, они ведь еще строились, и вопрос возник о банкротстве, это практически через 4 года. И мы-то покупали у строительной организации, вот и правомерно все было. Они сами должны были оформить эти документы, но так как обанкротились, значит, они скинули все это на жителей. В Самарской области немало примеров, когда дом заселен, но не принят госкомиссией. Каждое такое здание требует индивидуального подхода. Где-то не сохранилась проектная документация, на других объектах нет пожарных заездов во двор, в иных не соблюдены нормы безопасности. Но выход есть в каждом подобном случае, уверена в городской администрации. В мэрии Самары встречи с жителями этих домов будут проводиться регулярно, со временем проблема будет решена. Мы должны это все, что от нас зависит, сделать. Для этого мы просим вас по возможности, и вы, наверное, в первую очередь здесь заинтересованы, приглашаем вас к нам. Это касается и новых домов. Строительство – один из важнейших показателей реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Однако не все прошлогодние дома удалось ввести в эксплуатацию из-за объективных трудностей. Губернатор Дмитрий Азаров поручил главу муниципалитетов помочь застройщикам решить все проблемы уже в первом квартале этого года. А о своевременной приемке новостроек 2021-го позаботиться заранее. Будет работа продолжаться по тем домам, которые должны вестись уже в конце 2021-го года. Возьмем на жесткий контроль, будем встречаться с застройщиком, узнавать проблемы и максимально оказывать содействие в решении этих проблем. И, конечно, на наших совещаниях и встречах будут присутствовать представители ресурсно-набжающих организаций, чтобы совместно находить решение, которое было бы оптимально и для застройщиков, и, конечно, для ресурсно-набжающих организаций. Еще один проблемный вопрос о регистрации домов индивидуального жилищного строительства. В городской черте сейчас более 14 тысяч частных построек, не стоящих на учете в Едином государственном реестре недвижимости. Такова статистика областного Минстроя. Они не могут или не хотят узаконить свои жилища и, как следствие, не платят имущественные налоги. Провести работу по выявлению таких зданий и помочь жильцам оформить документы, поручено главам внутриградских районов. Олег Зверев, Василий Колташов. События. Обеспокоенные жители дома номер 18 по улице Георгий Димитрова обратились к главе Самары Елене Лапушкиной. Жильцы заметили, что здание просаживается и хотят спасти строение. Глава города выехала на место, осмотрела дом и поручила провести экспертизу в кратчайшие сроки. Подробнее расскажет Андрей Горгуленко. Обойти дом, пройтись по подъезду и спуститься в подвал. Такой ритуал регулярно совершает Ирина Шибаева, старшая по дому номер 18 по улице Георгия Димитрова. Она проверяет целостность установленных маркеров на трещинах и осматривает стены, не появились ли новые. Как отмечает Ирина, за последнее время одна из сторон дома несколько просела. Так как я проживаю в этом доме, соответственно, я как старшая, то есть я прохожу везде всегда по всему дому и вижу изменения еще по стенам, по этажам. Беспокоясь о судьбе здания, жители обратились к главе города Елене Лапушкиной, которая оперативно отреагировала и встретилась с жильцами. Мэра смотрела дом с внешней стороны, спустилась в подвал, где оценила состояние бетонных свай. Вместе с жителями глава города зашла и в медучреждение, расположенное на первом этаже здания, поскольку работники тоже отметили некоторую деформацию стен. Заглянули в квартиру на втором этаже, где изменения заметны больше всего. Я понимаю, что жить в вечном страхе крайне тяжело. Безусловно, мы займемся этой проблемой, чтобы не искать первопричины и решать вопросы. Но если вдруг у кого-то есть какое-то внутреннее напряжение, бояться жить, мы готовы предоставить маневренное дело. После осмотра глава Самары Елена Лапушкина поручила провести экспертизу, чтобы выявить причины осадки, а также определить, насколько это безопасно для жильцов. А самим жителям рекомендовала на общем собрании оформить заявку о переносе капитального ремонта, чтобы работы по дополнительному укреплению фундамента были выполнены как можно быстрее. Такое собрание проведут уже на следующей неделе. На следующей неделе мы планируем провести собрание жителей, собственниками данного дома. Вопросы будут подниматься. Это первое, переноса срока капитального ремонта, протокол нужен, и выделение средств за счет текущего ремонта, если жители будут согласны выполнять какие-то виды работ предаварийные. Сейчас управляющая компания уже начала поиски подрядчиков, которые проведут экспертизу и сделают проект работ, который необходим для улучшения ситуации. Глава Самары Елена Лапушкина пообещала жителям, что будет держать вопрос на контроле до полного решения ситуации. Андрей Горгуленко, Константин Головин, События. В Самарской области за минувшие сутки зарегистрировали 286 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших COVID-19 в регионе на сегодняшний день – 37 730. Такие данные в пятницу опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровели 276 человек. Всего с начала пандемии из больницы выписались 34 804 пациента. Одно из самых эффективных лечений COVID-19 – переливание плазмы. Ее сдают те, кто сумел побороть болезни и у кого в крови появились антитела. Такая плазма может спасти жизнь тем, кто оказался в реанимации. Поделиться плазмой на станцию переливания крови приехали министр здравоохранения Самарской области Армен Бинян и руководители медицинских учреждений. Подробности в нашем сюжете. Сейчас на областной станции переливания крови заготовлено около 180 литров плазмы, содержащей антитела. Больницам выдано более 20 литров. Подготовку к забору плазмы начали еще в мае, потом формировали донорскую базу, в ноябре начали забор и выдачу антиковидные плазмы в лечебные учреждения. На сегодняшний день есть несколько взглядов на применение антиковидной плазмы. Есть, что она применяется тотально всем пациентам средней тяжести, которые, так сказать, находятся в стационаре на второй-третий день лечения. И есть позиция о применении ее в момент оттяжеления и перевода пациента в реанимацию. Потеря пол-литра крови не считается боевой потерей и человек после этого может получить автомат и пойти в бой. Сегодня в бой с коронавирусом пошли министр здравоохранения Самарской области Армен Бинян и главные врачи медицинских учреждений Самары. Сегодня мы становимся донорами плазмы, которая будет направлена для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Это группа врачей, медицинских работников и системы здравоохранения, переболевших новой коронавирусной инфекцией, у которых есть правильные необходимые антитела. И поскольку метод лечения донорской плазмой является перспективным, серьезным методом лечения, особенно для группы пациентов со средне-тяжелым и тяжелым течением новой коронавирусной инфекцией. Поэтому свой вклад в виде того иммунного ответа, который создан в нашем организме, мы будем передавать тем пациентам, которые сейчас в нем нуждаются. Сдать кровь и плазму, содержащие антитела, может любой переболевший коронавирусом. Для этого нужно, чтобы с момента получения отрицательного теста на COVID после болезни прошло две недели. Кроме того, у человека не должно быть хронических заболеваний. На станции его протестируют несколькими системами. Сдача крови займет от 15 до 20 минут. Плазма чуть дольше, около 50. Препарат разделяет ее на фракции, эритроциты возвращаются в кровь донора, а плазму фасует в пакет. Медицинский работник не может оставаться в стороне от происходящего в мире ситуации. И я, как руководитель большого крупного учреждения, которое также стоит на страже, как в общем целом хирургических ситуаций, так и сегодня в борьбе с лечением с COVID-19, считая своим внутренним, наверное, долгом, дать кровь. Обычно кровь после сдачи находится в центре переливания на карантине в течение 120 дней. Но в случае с плазмой, содержащей антитела, применяется метод вирус-инктивация, что позволяет направлять ее в областные больницы уже на следующий день после изготовки. Олег Зверев, Виктория Шара и события. Заботятся о тех, кто в этом нуждается. На территории Самарской области продолжается акция взаимопомощи «Мы вместе». Волонтеры навещают тех, кто старше 65 лет и приносят им лекарства и продукты. Ведь до конца января людям этой возрастной категории не рекомендуют лишний раз выходить из дома. Подробнее Михаил Ермоленко. Общий волонтерский стаж у Анастасии уже больше двух лет. Но в штабе акции «Мы вместе» она с ноября. Доставляет еду и медикаменты, а также принимает звонки граждан, которые находятся на самоизоляции. Труд не из легких, признается девушка. Времени и сил уходят много. Но отдача от людей компенсирует усталость и заряжает позитивом. Когда мы обзваниваем граждан, есть люди, у которых нет и родственников, не с кем поговорить. Мы выслушиваем их и помогаем не только ресурсами, но и просто человеческая поддержка. Волонтеры штаба акции «Мы вместе» продолжают свою благотворительную деятельность вот уже 11 месяцев. За это время они обработали 125 тысяч заявок. Оказывают помощь людям в возрасте преимущественно старше 65 лет. Жителям этой возрастной категории до конца января не рекомендуют выходить на улицу. Ежедневно с понедельника по пятницу добровольцы штаба получают звонки на горячую линию. Кого-то просто консультируют, а кто-то звонит с продуктовым заказом, либо с просьбой принести медикаменты. Помогать это так по-доброму и по-самарски. И для того, чтобы стать волонтером штаба акции «Мы вместе», мы, конечно же, проводим сначала обучение. И потом они приступают к работе. Но прежде всего это должен быть порыв души, просто помочь окружающим людям. Для волонтеров штаба регулярно проходят обучающие лекции, а также мастер-классы и тренинги, в том числе по личностному росту. Ведь добровольчество – это не только помощь людям, но и постоянное саморазвитие. Михаил Ермоленко, События. Телефонные мошенники стали использовать новую схему обмана. В России может появиться новая криптовалюта – Сберкоин. С этого года владельцы цифровых денег должны отражать их в налоговых декларациях. Подробности в нашей рубрике «Новости экономики». Здравствуйте, это «Новости экономики». Расскажу о них я, Светлана Кудрявцева. Сельский туризм поддержат и разрешат открывать отели в российской глубинке. Минсельхоз России поддержал предложение Госдумы легализовать гостиницы в частных домах. Дело в том, что с 1 октября 2019 года в стране действует запрет на использование жилых помещений для предоставления гостиничных услуг. И сегодня под него попадает 350 тысяч мини-отелей и гостевых домов на юге России. Телефонные мошенники стали использовать новую схему обмана. Они представляются сотрудниками МВД или других правоохранительных органов и сообщают клиентам банков, что в их отношении возбуждено уголовное дело по заявлению самого Банка России. Таким образом, злоумышленники пытаются получить персональные данные, номера платежных карт и т.д. Затем преступники похищают средства со счетов. Представители Центробанка напоминают, что они не подают заявление в правоохранительные органы в отношении операций без согласия своих клиентов. Если во время телефонного разговора незнакомый человек ссылается на инициированный банком уголовный процесс, то это явно мошенник. Сбер направил в Центробанк заявку на регистрацию собственной криптовалюты под названием Сберкоин. Запуск цифровых денег может состояться уже этой весной. Технологию протестировали внутри организации. Специалисты заверили в ее удобстве для клиентов. Ожидается, что криптовалюту можно будет использовать в области цифровых ценных бумаг. Между тем, с начала этого месяца в России вступил в силу закон о цифровых активах. Его пытались принять несколько лет. Он легализует криптовалюту, но запрещает ее использование в стране для оплаты товаров и услуг. Вводится необходимость подавать налоговую декларацию, в которой будет отражен факт владения цифровой валютой, а также сделки с ней, рассказал нам наш постоянный эксперт-адвокат Дмитрий Самигулин. Теперь не надо забывать платить налоги с этих сумм. Это тоже очень актуально. Если кто этой темой занимается, следит, видели, что биткоин у нас подрастал до 41 тысячи долларов, залетел с 3 тысяч до 41. Кто-то получил, очевидно, очень большой доход, кто этим занимается. Но до определенного времени не все понимали, не все знали, не все хотели платить налоги с этих сумм. Суммы иногда очень большие. Теперь в совокупности мы можем говорить, что есть определенная регуляторика, есть законы, которые более-менее определяют и понятия, и подходы, и использование всего, что связано с криптовалютой. Тем временем стоимость биткоина, основной криптовалюты в мире, сегодня 31 632 доллара. За день биткоин потерял 520 долларов. Слабеет и отечественная валюта. Официальный курс доллара на 23 января 74 рубля и 36 копеек. Доллар прибавил 99 копеек. Евро 90 рублей 43 копейки. Европейская валюта повысилась сразу на 1 рубль и 44 копейки. Нефть марки Brent 54 доллара и 86 центов за баррель. На этом пока все. Оставайтесь с нами и будьте в курсе. От 500 рублей до 5000 такой штраф могут выписать водителям, которые намеренно закрывают номера на автомобилях. Сейчас они залепляют номера снежками, а в случае остановки автомобиля ссылаются на погодные условия. Сотрудники ГИБДД Самары вышли в рейд и проверили, кто ездит на машинах с нечитаемыми номерами. Подробнее расскажет Михаил Ермоленко. Дисциплина на дороге начинается с мелочей. Чистый госномер на автомобиле – обязанность каждого участника движения. В это утро Леонид спешил по делам. И его, в числе первых, остановил инспектор ГИБДД. Обледенелые автомобильные номера, буквы и цифры не читаются. Но есть смягчающие обстоятельства – погодные условия. В итоге Леонид отделался предупреждением, а номера пришлось очистить. Такое легкое наказание предусматривает первая часть статьи 12.2 Кодекса административных правонарушений. Если удастся доказать, что водитель закрыл номера намеренно, то в силу вступает вторая часть той же статьи и более суровые санкции. Штраф от 500 рублей до 5000 и даже временное лишение прав. По злостным, которые госномера залепляют какими-либо предметами или, значит, снегом в настоящее время, статья предусматривает лишение от месяца до трех. Соответственно, фиксируется на фотофиксацию и, значит, вставляется протокол. Потом материал направляется в суд. Напомним, что нечитаемыми являются номера, на которых в светлое время суток на расстоянии 20 метров невозможно рассмотреть хотя бы одну цифру или букву с передней и задней стороны автомобиля. По данным ГИБДД, за весь прошлый год зарегистрировано порядка 500 подобных нарушений. 80 автомобилистов заплатили штрафы и временно лишились прав. С начала этого года сотрудники госавтоинспекции составили более 30 протоколов. Михаил Ермоленко, Николай Епифанов. События. От теории к практике. Студенты Международного института рынка сегодня пообщались с сотрудниками МВД и членами городского общественного совета. Встреча прошла в рамках всероссийской акции «Студенческий десант». Перед ребятами выступили служащие сразу нескольких подразделений. Кинологи, криминалисты, следователи. Как правильно проводить следственные эксперименты, работать с собаками служебных пород и не потерять улики на месте преступления. В тонкости сложной профессии вместе со студентами вникала Ольга Павлова. Команда «Голос» – любимая команда служебного пса по кличке Барс. За шесть лет службы в полиции он сумел оперативно разыскать пропавшего ребенка и принять участие в десятках следственных экспериментов. Студенты Международного института рынка сегодня наглядно показали, на что способен четвероногий блюститель закона. Еще Барс умеет крутиться. Это помогает правильно сесть рядом с тренером, сражаться за свой любимый бублик и находить из множества вещей одну нужную – по запаху. За своими, возможно, будущими коллегами по работе студенты наблюдают с интересом и порой задают каверзные вопросы. К примеру, не перепутает ли собака при задержании преступника, если у того есть брат-близнец. О том, как правильно проводить следственные эксперименты, ребятам рассказывают криминалисты. Для этого сотрудники полиции используют разыгранные сцены с обязательным участием зрительного зала. Теперь студенты знают, как добыть улики с места преступления и провести экспертизу. Мне особенно, в особенной степени понравилась работа с собакой, то есть вообще рассказы из практики какой-то, да, вот. Было очень интересно и это действительно воодушевляет. В Международном институте рынка сегодня учится порядка пяти тысяч человек. Возможность пообщаться с представителями своей профессии выпадает редко, поэтому такие мероприятия студенты стараются не пропускать. Такие мероприятия – это, конечно, повод или способ избавиться от своих фантазий, положительных или отрицательных, и увидеть, что люди вполне адекватные, очень интересные, работают и занимаются важными делами. И с увлечением рассказывают о своей профессии. Встречи, направленные на вовлечение студентов в профессию на базе Международного института рынка, проводятся ежегодно. Благодаря практическому знакомству с будущей службой многие выбирают занятия по силам и интересу. Здесь, несомненно, они получат те основы, которые либо, с одной стороны, предопределят выбор их будущего направления работы, не исключено, что кто-то из ребят может пойти и работать в органы внутренних дел. К примеру, в кинологическую службу обучения на кинолога бесплатное достаточно желания. Появится не только интересная работа, но и верный друг, который не предаст. Ну, разве что однажды уделит пять минут своего времени студенткам, ведь внимания и хороших фотографий должно быть много. Из Куйбышева в Самару 30 лет назад городу вернули его историческое имя. Активисты, историки и общественные деятели добивались этого почти четыре года. Почему жители и народные избранники разделились на два противоборствующих лагеря и что стало решающим фактором, расскажет Елена Чернявская. На вопрос о том, как называлась Самара раньше, многие ответят Куйбышев и будут совершенно правы. Это название город получил в тот период, когда многие населенные пункты переименовывались в честь видных партийных деятелей и революционеров. Возвращали имя городу в несколько этапов. В течение года комитет собирал подписи горожан, которые в дальнейшем хотели быть самарцами, но никак не куйбышевцами. Организован сбор подписей на улицах города. Более 80 тысяч самарцев высказались «за». Интересные факты для сбора мнений о переименовании использовались библиотечные инвентарные книги. Как правило, очень некорректные, зачастую на грани инцезурщины были комментарии тех, кто хотел оставить имя Куйбышева. Как правило, очень приличные, очень аргументированные были записи будущих самарцев. Несколько огромных мешков с подписными листами были переданы в городской совет. 13 сентября 1990 года на уровне города решение о переименовании Куйбышева в Самару было принято. Но в областном совете почти все депутаты были против. Назвались разные аргументы против переименования. Одни говорили, что большинство нынешних жителей Куйбышева родились в городе именно с таким названием. И поэтому нового названия они не захотят. Было очень много людей, которые, знаете, по принципу, не знаю никакую вашу Самару, я родилась в Куйбышеве, живу в Куйбышеве и помру в Куйбышеве. У других парламентариев прежнее название города вызывало в памяти лишь образы древней, патриархальной Самары. Была и третья группа противников переименований, которая выдвинула чисто экономическую причину, что если вернуть городу прежнее название, то сотням ведомств, предприятий, организаций придется менять свои вывески и документы, а это повлечет за собой многомиллионные траты и расходы. В непростой экономической ситуации конца 80-х годов такой аргумент выглядел очень убедительным. Город, по моим ощущениям, по общению с людьми тех времен, раскололся, наверное, на два абсолютно одинаковых лагеря. У меня было ощущение, что было 50 на 50. И на одной стороне была просто политическая воля еще, которая дополнила эту чашу весов, с другой стороны был просто здравый смысл и уважение к истории своего города. На решающем заседании облсовета перед депутатами выступили ректор госуниверситета Ленар Хромков и почетный гражданин города, директор художественного музея Анетта Бас. Она вот как метеор между рядами прошла, встала за трибуну и сказала зажигательную речь. И после ее речи депутатам ничего не оставалось делать, как прогнозировать. Место на трибуне занял член комитета «Самара» инженер Анатолий Петров. Он постучал по микрофону и сказал всего лишь несколько слов. Раз, два, три. Работает. Товарищи, я думаю, настало время вернуть нашему городу историческое имя «Самара». Прошу проголосовать. И тут в зале на несколько секунд наступила мертвая тишина. Проголосовали депутаты очень быстро. И, как тут же выяснилось, ими было принято единогласное решение о переименовании города. Я был очень доволен тем, что я теперь буду жить в Самаре. Вначале было как-то немного диковато, а потом мы довольно быстро привыкли, и я стал получать удовольствие от того, что «Самара, Самара». На этом наш выпуск завершен. Подписывайтесь на наш телеграм-канал и на наши официальные страницы в социальных сетях. Всего вам доброго и отличных выходных! Субтитры подогнал «Симон»!